Я сейчас собираюсь и еду в Адар-центр сдавать биометрию, то есть это отпечатки пальцев и сетчатку глаза. Ну я много здесь снимать не буду, я думаю, все понятно, кто не видел торговые центры. Че так понюхай? Ути, ути, ути. И тебе интересно стало, да? Ой, язык, о какой у тебя язык. Всем привет! Это второе видео про документы, и в нем я расскажу, что такое Адар-карт или Адхар. Вот здесь название сейчас будет правильное, как читается, не знаю. И зачем он нужен? Адар-карт это что-то наподобие нашего российского паспорта, то есть это ID. Первое, для чего он нужен мне, с помощью него вы сможете купить мотоцикл, байк, скутер и оформить его на себя. Официально в ГАИ оформить его на себя. Потому что с Адаром вы попадаете в индийскую базу, и с вами могут совершать юридически значимые действия. Я думаю, можно так выразиться. Второе. С Адаром проще открывать банковские карты. И может быть даже получится. Кто-то говорит, что все равно нет, кто-то говорит, что можно открыть резидентский счет именно. По резидентскому счету совсем другие лимиты на снятие наличных. Не будет никаких проблем при переводе рупий через P2P на бирже. Потому что по нерезидентскому счету Кирсан ходил в банк, брал выписку, и его спросили, что это за переводы P2P. То есть им не нравится, когда с биржи какие-то поступают деньги, могут заблокировать счет. Третье. С Адар карт вы сможете зарегистрироваться на биржах, на Binance, на Bybit, на OCOX. То есть на любой бирже вы сможете зарегистрироваться как иностранный гражданин. Кто разбирается, кто пользуется биржами, я думаю, уже знаете то, что, например, Binance, вы сможете выбрать валюту только рубли. Никакая другая валюта, рупии больше на Binance недоступны. Если вы зарегистрированы по российским документам, то только рубли вы можете выбрать на Binance. Какая-то здесь движуха. Это, наверное, тоже школа. Родители приехали забирать детей из школы. Следующее, что чем может помочь Адар, вы сможете покупать сим-карты. То есть так называемые, в кавычках, вечные сим-карты. Потому что если вы покупаете сим-карту по туристической визе, по своему загранпаспорту, то эта сим-карта действует только 90 дней. Потом вам нужно покупать новую сим-карту. Каждый раз менять номер, если у вас каким-то аккаунтом это привязано. Никаких дополнительных прав в Индии это не дает. Вы не будете гражданином. Это не вид на жительство. Это не OICI. Ну, в общем, в этом плане никаких прав не будет. Просто появляется много всяких таких плюшек дополнительных, которые упрощают вам здесь жизнь. Дополнительный бонус, который вам станет доступен с Адар-картой. Вы сможете летать по Индии без загранпаспорта. Покупать билеты. А также, если вы любите музеи, какие-то достопримечательности. Я думаю, всем известно то, что для местных жителей цена на такие билеты всегда в 5, а то и в 10 раз ниже. С Адар-картой вам будет доступна цена такая же, как для местных жителей. Еще один плюс. Вы сможете пойти в ГАИ. Здесь это называется вроде РТО. И получить водительское удостоверение на мотоцикл, на байк. В Индии для того, чтобы получить это удостоверение, не нужно сдавать никакие экзамены, ни теоретические, ни практические. Нужно только прийти в ГАИ. И если у вас есть Адар-карт, через какое-то время вам дадут местные права. То есть это уже будет полностью легальные права, до которых ни один коп ни в одном штате уже не сможет к вам привязаться. Сегодня 5 сентября. Я сейчас собираюсь и еду в Парварим, в Адар-центр, сдавать биометрию. То есть это отпечатки пальцев и сетчатку глаза. Это мне нужно для того, чтобы получить Адар-карт. Как минимум остаюсь еще на сезон, и мне будет просто выгоднее купить скутер тысяч за 20 или там мотоцикл какой-нибудь тысяч за 40 и поставить его на себя на учет, это будет выгоднее, чем арендовать каждый месяц, чем платить аренду. Время сейчас почти час ехать 20 километров. Я думаю, в районе 30-40 минут ехать. Я поеду заранее, мне к 2.30. Если что, просто там рядом Мол-де-Гуа, это большой торговый центр. Я зайду в него и заодно покажу вам, что там интересного есть в Мол-де-Гуа. Я доехал, осталось до самого центра Адара 500 метров, это вот здесь, за самим Гуамолом. У меня еще 50 минут в запасе. Пойду пока по Гуамолу прогуляюсь, посмотрю, может найду монопод для GoPro. И еще про цены, которые я сказал, то что за 20 тысяч можно купить скутер, за 40 мотоцикл. Это, разумеется, бэушный мотоцикл и бэушный скутер. Новый Fatsino стоит со всеми налогами и страховками в районе 90 тысяч. Новый, новый скутер 90 тысяч. Пойду там пока погуляю, поохлаждаюсь под кондиционерами. Ну, я много здесь снимать не буду, я думаю, все понятно. Кто не видел торговые центры, то есть обычные торговые центры со всякими магазинами. А вот здесь, кстати, может быть монопод, сейчас я сюда зайду. Найк! Если найду где-нибудь вывеску, какие здесь... Да либо проще вам самим посмотреть на гугл-картах, называется Мол Дегуа. И там на нем потыкать, какие магазины есть. Я приехал уже к Адар-центру. Я вначале подумал, что вот это вот он. А потом вспомнил, я смотрел на гугл-картах, как он выглядит. Вот оно, трехэтажное вот это здание. Мне вроде на третий этаж. Еще полчаса, 25 минут. Я уже пойду, тогда буду там ждать. Написано... Написано second floor, второй этаж. Но по факту это третий, потому что... В Индии первый этаж называют ground floor. А потом уже после первого, после ground floor начинается отсчет. Первый, второй. Так что второй, это по-нашему третий. Ну и что, прождал я почти два часа. Даже, да, два часа я чуть раньше приехал. Он посчитал с моего последнего заезда то, что я делал виза ран на Шри-Ланку и вернулся 18 марта. А должно пройти полгода. То есть нужно 180 дней находиться в Индии для того, чтобы подаваться на Адар. И то это просто сделать по бизнес-визе. А по тур-визе приходится пользоваться услугами помощников. Потому что с этого года по тур-визе, ну, сложнее стало. Другие варианты были, предлагали в Калькутту лететь, в другой штат. Сказал приходить 28 сентября. Написал мне на этой заявке время, что утром нужно прийти 28 сентября. И себе в тетрадку записал. Но это, блин, сегодня только 5 сентября. Это еще больше трех недель. Написал агенту, который занимается этим. Он сказал, постарается поторопить, чтобы не 28, а пораньше там у меня взяли документы. Но в любом случае у меня других вариантов нет. Сейчас по бизнес-визе только можно получить просто. И то, если даже я вылечу, то есть это нужно мне потратить деньги на билеты. Потому что, находясь в Индии, вы не можете получить новую визу. Нужно вылететь в какую-то ближайшую страну. Это минимум там даже 15-20 тысяч билет туда-обратно. Сколько-то дней гостиницу оплатить, пока я буду ждать визу. Заплатить за визу. Это от 16 до 22 тысяч рублей сейчас предлагают цены. И даже в таком случае мне потом по этой бизнес-визе нужно будет 180 дней прожить. То есть затраты и еще ждать полгода. По своей туристической визе сейчас в этом году перестали выдавать. И можно получить только пользуясь услугами вот помогаторов, помощников, агентов, которые этим занимаются. Еще вариант лететь в Калькутту. Но Калькутта это тоже у меня будут расходы. Долететь билет туда-обратно это другой штат. Это лететь там 2000 километров, если не больше. Там в Калькутте тоже ждать несколько дней минимум. Тоже это такие большие расходы выйдут. Перелет, гостиница и ребята берут 15 тысяч. Агент, через которого я делаю сейчас, берет 6000 всего. Так что ждем. Скорее всего для меня пройдет 23 дня до 28-го. Но я надеюсь все-таки, что может быть раньше будет. А для вас пройдет 2-3 максимум минуты. А может быть вообще следующий кадр и я уже в Адар-центре 28-го числа. Вот в таком месте остановился. Очень-очень мне сейчас нравится, как все зелено в Индии. Везде едешь, наслаждаешься. Это огромное количество кислорода выделяется наверняка. И вот кто-то живет вот в таких домах. Ну здесь на камере не особо видно вдалеке. У них отдельный заезд. С дороги ворота, но они открыты, я заехал. Сегодня 9-е число. Прошло не 23 дня, а всего 4. Спасибо агенту. Он там поторопил. Говорит, можешь ехать. Сегодня суббота к 12. Небольшие тучки на улице. Сегодня целый день. Вернее, вчера вечером. Весь вечер дождь так волнами. Накатывал ливень. Но у меня с собой дождевик, пока одевать не буду. Документы вот так в пакет убрал, чтобы не намочить. Потому что это анкета самая важная. Она какая-то номерная. Половина пути проехал уже. Надеюсь, дождик меня не застанет. Хотя бы в ту сторону. Обратно уже домой можно и под дождем ехать. Смотрите, какая красота на дороге. Надеюсь, там видно на камеру, какая зелень, какие поля. В прошлый раз не стал останавливаться. В этот раз решил остановиться, показать вам. Дождик еще почистил всю листву. Все зеленое-зеленое. А вот так вот выглядит трасса. Ну, пока что максимальный знак, какой я видел, это 70 можно ехать. Ну, по видимости, машины быстрее едут. Я всю дорогу 60 еду, меня не обгоняют. Здесь уже, конечно, движуха. Город здесь, светофоры. Хорошая дорога, асфальт ровный. Что интересно, в Гуа мало тук-туков, я вижу. Когда мы ездили в Дели, там, конечно, тук-туки, это чуть ли не основной транспорт. Тук-туки и ушатанные какие-то машины. Сузуки, дешевые. Свифт, Сузуки. Молды Гуа. Там мы уже с вами были 5-го числа. Поэтому я сразу еду в Кадар-центру. После Молды Гуа поворачиваете налево сразу, ближайший поворот. Я координаты оставлю в описании. Да, в субботу здесь машин больше и скутеров больше. Вовремя я приехал. И пошел дождь. Надеюсь, видно там на лужу, что дождь идет. Документы приняли, сдал биометрию, отпечатки пальцев, сетчатку глаза. Теперь остается только ждать. Там самое главное проверить, чтобы почта была правильная, потому что придет на нее электронный Адар. А после того, как он придет электронный, если нужна именно карточка, то можно заказать, насколько я знаю, 300 рупий что ли стоит. Самый главный адрес правильный тоже указать, чтобы пришла по адресу, где вы проживаете. Дождик закончился. Остановился по дороге в Сиалим. Такая красивая церковь здесь. Напротив школы, вон там школа. Я спрашивал в чате в Сиалиме, где есть детская площадка, в надежде, что на детской площадке может быть есть турник. Хочу сейчас пройти вдоль по дороге. Мне сказали, в конце этой дороги есть детская площадка. Посмотрим, есть там турник или нет его там. И еще забыл сказать, как было. То есть я приехал, даю анкету женщине. Она мне говорит, а что ты приехал? У тебя же написано 28 сентября в 9 утра. Я сказал, что позвонил в офис в Мумбае. И офицер мне сказал, что нужно считать 180 дней с 1 января. И рядом сидел мужчина какой-то. Он открыл WhatsApp и нашел там мою фамилию в WhatsApp. И ей что-то сказал. Ну, типа, принимай документы. То есть он есть в списке. И все, документы приняли. Я подождал минут 40. Меня позвали. Сняли отпечатки пальцев. Сетчатку глаза. Такая штука там специальная. Черная так, ну, как бы прислоняете к носу. И там зеркала, вы видите свои глаза. Наверное, вот эта детская площадка. Не знаю, видно там вам? Просто далеко здесь забор. Здесь все заросло. Вот какие-то карусели, какая-то карусель. Качели цепочные. Турника не вижу, но... Можно поподтягиваться вот, где качели висят. Горка есть детская. Тоже ее, наверное, не видно. Сейчас я туда зайду, покажу вам. Есть лавочка посидеть. Родителям пока ждут детей. Качели. Одни, кстати, цельные. Вторые сломались. Корова вон там гуляет. Горка. Не очень хочется по траве ходить. После дождя змеи могут быть, наверное. Хотя здесь... Вон качелья. Ну, такое место, кстати. Все зеленое. Еще одна лавочка там за горкой есть. Надо, наверное, купить турник и у себя овнеру спросить, можно ли я на крыше на третьем этаже, где стиральная машина, привинчу турник, чтобы там подтягиваться. Там хоть тенек от крыши будет не так жарко. Сколько коров собралось в одном месте. Еще идут. У вас здесь что? Тусовка в теньке под деревом. Ой, нюхаешь. Это камера. Хорошего вам дня, коровы. Отдыхайте, кушайте, набирайтесь сил, пока много зелени. Влажность, конечно, очень высокая сегодня. Я вчера, когда прогноз смотрел, будет ли дождь или не будет, показывает на всю неделю дожди. Но они так идут. Пять минут идут, перерыв. Пять минут идут, перерыв. Самое главное в этот момент не попасть под ливень, чтобы не промокнуть. И влажность 87%, что ли, была. Может, даже больше. Мне очень эта улица нравится. Не именно вот эта маленькая, а которая идет от Сиолима до трассы. До шоссе, до хайвея, который идет в Панаджи. Это школа. Вон, ребята, играют в футбол вроде. Очень много растений. Здесь у многих такие, как сады, сделаны. Не просто все непонятно, чем заросло, а как моя бабушка любит цветы посадить, кустарники специальные, красивые. А интересно, вот здесь есть на территории школы турник? Баскетбольное кольцо вижу, даже два. Ну, это площадка баскетбольная, а турника не вижу. Да, здесь прям сегодня пробка-движуха такая. Полиция стала уже регулировать движение. Здесь, когда затор, когда пробка, полиция стоит не чтобы кого-то останавливать, а просто чтобы помогать регулировать движение. Заброшенный дом. Вряд ли в нем кто-то живет. А коровье перекресток называется, наверное, потому что, ну, во-первых, там собирается всегда корова тусуется, лежат. А во-вторых, я думаю, потому что здесь рядом с ним есть коровник, или как правильно называется, пишите в комментариях. Смотрите их сколько. Он тут вообще на оленя похож. Рога какие. Смотрят на меня такие. Че ты нас снимаешь? Не бойся, не бойся. Че ты так понюхаешь? Ути, ути, ути. Это несъедобная. Это камера. Да вас, наверное, хорошо здесь кормят. О, и тебе интересно стало, да? Ой, язык. О, какой у тебя язык. Хорошего дня вам. Какие-то космонавты. Можно я сюда вот так вот подойду поближе? Можно я сюда. Где? Петербург. Herman?